Человек, который может сражаться. Пастор Тома Шандер, 1 Царств, 17 глава, 10 стих. И сказал филистимлянин, «Сегодня я посрамлю полки израильские. Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем. Дайте мне человека». Голиаф – гигант. Он силен. Две армии, армия Израиля и армия филистимлян, стоящих за Голиафом. Филистимлянин говорит, «Дайте мне человека». Гигант. Мы будем говорить сегодня о гигантах. Знаем ли мы сегодня гигантов, которые кричат, пугают нас, надмиваются над нами. Они говорят, «Я главный, я силен». Кто они? Кто они? В наши дни существуют гиганты, которые кричат и пугают людей. Это может быть большое правительство, большие деньги, соцсети, телевидение, всякого рода измы, нацизм, коммунизм, индуизм, буддизм. Это всякая огромная и сильная система, которая контролирует людей. А вы, люди, залезайте в свои норы. Она говорит, «У вас нет власти и силы. Я бросаю вам вызов». Что упущено здесь между этими двумя сторонами? Простые люди напуганы. Они говорят друг с другом, «О, какой он огромный! У нас нет силы против него». Среди нас нет никого, кто сразился бы с ним. Сорок дней он говорит нам, «Дайте мне человека, и мы сразимся». Тот, кто выиграет, получает все. Кого здесь нет, на этой картине? Этого небольшого юноши. Как его имя? Давид. Почему он может выйти против этого гиганта? Что в нем? Кто он? Как он смотрит на эту ситуацию? Знаете, он не думает, как израильтяне, простые люди. И он не думает, как филистимлянин. Он отличается от всех. Я хочу говорить сегодня об индивидуальности. Что значит иметь индивидуальность? В армии Израиля все боятся. И ты тоже должен бояться. все должны видеть одну и ту же реальность. Он огромный. Он сильный. Никто из наших не может разобраться с ним. У всех одни и те же мысли. Ты не можешь ходить по воде. Не можешь воскрешать мертвых. Ты не можешь иметь индивидуальность. Читать Библию. Ходить в церковь, молиться, верить в Бога. У тебя нет права отличаться от нас. А вы можете отличаться? Вы отличаетесь? Очень хороший вопрос для нас. Могу ли я быть тем, кто я есть в Боге? Могу ли я быть человеком Божьим, или я обязан быть частью толпы? Я буду человеком Божьим, потому что задолго до того, как появился на горизонте, появилась на горизонте эта громада, у меня были личные взаимоотношения с тем, кто дает совершенно новое образование. Духовное образование важно. Оно уникальное. Оно различно. Мы приближаемся к сверхъестественной реальности. Приближаемся к ней сверхъестественной стороны. Мы часто используем эту картину в нашей церкви для иллюстрации Вселенной. Это дом с двумя этажами. Первый этаж – место материального мира, где живут люди во времени и пространстве. Мы называем это естественным миром. Но Вселенная намного больше того, чем мы можем видеть. Бог есть, обитающий на втором этаже. и Бог здесь, Дух Божий здесь, абсолютная истина здесь. Все это намного выше всего в нашей жизни. Когда Иисус пришел к нам со второго этажа, Он сказал, «Никто не восходил на небо, только сшедший с небес Сын Человеческий, Сын Человеческий, сущий на небеса». Иисус обитал на обоих этажах дома. Он жил на первом этаже дома и всегда делал то, что видел его отец делает. Он был одно с Отцом, Он принес Бога в наш мир. Мы могли прикоснуться к Нему, видеть Его и поверить в Него. У Него было духовное образование. Матфея 7, 29, «Ибо Он учил их как власть имеющей, а не как книжники фарисеи». Иоанна 7, 15, «И дивились иудеи, говоря, как Он знает Писание, не учившись, кто Его раввин, у кого Он обучался». Когда Ему было 12 лет, Он находился в храме, и все слушавшие Его дивились разуму и ответом Его. Его мир был намного больше религиозного мира, закона, правил. У Него было сердце Бога, сердце Бога и Дух Божий. Наше образование совсем другое. Клайв Льюис сказал, «Если вы прочитаете историю, вы обнаружите верующих, кто сделал очень много для настоящего мира из-за того, что они думали о духовном мире». Если бы они не думали о духовном мире, они не были бы эффективны в этом мире. В истории с Голиафом мы могли бы стать, как вся армия Израиля, которая боялась Голиафа. Это могло произойти после того, как мы перестали думать о реальности Бога. Страх Господней – начало мудрости. Наша Библия оживает для нас. Прочитаю вам речь Уинстона Черчилля. Он говорит «Один из аспектов современной жизни, который поражает меня более всего, это уничтожение индивидуальности». Это он сказал в 1901 году о капитале, о больших деньгах, союзе рабочих, о больших группах, которые пожирали индивидуальность человека. Он продолжал «Мы живем в век великих событий и маленьких людей. Посмотрите на эту картину. Великие события Голиаф, а маленькие люди это напуганная армия Израиля. Они имеют общие мысли и говорят «Мы не можем победить Голиафа, он просто монстр». Давайте прочтем текст. 1 Царь, 17 глава, 1 стих. «Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались с Акхофе». «Что в Иудее?» «И расположились станом между Сакхофом и Азеком в Ефес-Дамиме. А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. мы были на этом месте в Израиле. Мы говорили слово касательно этого места. На этом месте целая цепь гор, которая идет к Вифлеему, откуда был Давид. На север был Иерусалим и около 7 километров. Мы в этом году собираемся поехать в Израиль в октябре и вы можете присоединиться к группе. Мы планируем поездку. Третий стих. И стали филистимляне на горе с одной стороны и израильтяне на горе с другой стороны. А между ними была долина. И выступил Истана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа. Ростом он шести локтей и пяди. Медный шлем на голове его. И одет он был в чешуйчатую броню. И вес брони его пять тысяч секлей меди. Это 60 килограммов. Далее медный накоренники на ногах его. И медный щит за плечами его. И древко копья его как навою ткачей. А само копье его в 600 циклей железа это 7 килограммов и перед ним шел оруженосец. Это парень горилла. Он огромен. Он силен. И он очень даже способен. интересен. Кого он представляет нам сегодня? И мы уже говорили с вами. Это социальные сети, медиахолдинги, технологии, деньги, правительства, власти, пропаганда. За ними сила. Я жил в коммунистической стране в Европе. Затем мы посещали Советский Союз в 70-х годах. Я был задержан на корабле, который шел в Эстонию в Рождество 1976 году. Я провел Рождество на корабле. Я не был арестован, но был оставлен на корабле из-за того, что перевозил Библию в Советский Союз. Я был в музее Холокоста в Польше, в лагере Аушвиц. В Будапеште я находился в старом иудейском доме. Это был старый дом, заросший деревьями, и среди двора был небольшой бассейн, наполненный водой. Этот дом принадлежал иудейскому бизнесмену. Я сел там, и в моем уме были картины того, как нацисты пришли в его дом, арестовали его, его жену и двух дочерей, и увели. Они отвели их в лагерь, откуда они никогда не вернулись. 600 тысяч венгерских иудеев было убито. Я знаю много об этих событиях. Нацисты согнали их в одну часть города, в гетто, оттуда на поездах отправляли их в Польшу. Кто же такой Голиаф? Кто он сегодня? А вы кто? Я говорю вам это, чтобы ободрить вас. Мы соль земли, мы люди Божьи, которые оснащены и способны. Наш дом не только на первом этаже этого дома. Мы принадлежим другому миру. Мы с вами люди веры. И это очень важно. Мы живем во время, когда очень все быстро меняется. Скоро мы услышим Голиафа, который будет кричать «Дайте мне человека». Он уже надсмехается над нами. Он говорит «У вас нет никого». Ваше образование не включает Бога. Вы не знаете Бога. Вы можете быть экспертами во многих областях в этом продвинутом обществе. Но вы все боитесь. я передам вам смысл того, что далее сказал Уинстон Черчилль. Мы живем во время великих событий и маленьких людей. У Давида в этой истории были мысли стойкие и решительные мысли. Он не был подчинен угнетающим мыслям об этом гиганте, который был способен стереть человека в порошок. Голиаф не заботится о вас. Голиаф не заботится об индивидуальности человека. Он думает только о своей силе, своем надмении, своем преимуществе. У него есть сила надсмехаться и уничтожить вас. Эй, вы верующие, вы просто никто, быстро по вашим нормам. Вы узколобые, скучные, надоедливые, никчемные люди. Гитлер тоже надсмехался над христианами. Он говорил, о, я могу смотреть им в глаза и заставить их нервничать и потеть. Это был надменный и гордый человек, который наводил страх. Конечно, он находился под властью демонов. Он смеялся и издевался над верующими, говоря, вы ничто. Такой Голиаф. Этот дух витает в этом мире. Кто вы? хороший вопрос. Что у вас есть? И в принципе, это моя проповедь. Я просто добавлю еще несколько мыслей. семнадцатая глава восьмой стих. «И стал он и кричал к полкам израильским, говоря им, «Зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть он сойдет ко мне. Если он может сразиться со мной и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». И сказал филистимлянин, «Сегодня я посрамлю полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». И услышал Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина и очень испугались и ужаснулись. «Почему Давид не испугался? Потому что он был необычным человеком. У него были взаимоотношения с Богом и он был наполнен Духом. Он не был частью группы, которые боялись, но имел свою индивидуальность. Когда я поверил в Иисуса, мы жили во время выражения индивидуальности. Это было время хиппи, время независимости, свободы от всего. Нам, американцам, нравится дух ковбоев. Нам нравится быть независимыми, ходить по своей воле, отправляться в путешествия, быть первооткрывателями. Сейчас мы осели, и наше общество больше похоже на социальную культуру, частью которой мы стали. Знаете, я хочу бросить вызов вашей индивидуальности. Это между вами и Богом. Вы ходите с Богом, вы имеете индивидуальность в Боге. Норман Роквелл нарисовал сегодня картину индивидуальности на нашем служении. Подумайте об этом. Никто не сможет быть в вашей рубашке, кроме вас. Ни у кого больше нет такого отпечатка пальца, такого носа, такой роговицы глаза, такой ДНК, как у вас. Вы индивидуум. Это истина также и в духовном мире. Иоанн не Матфей, не Лука, не Марк. Павел не Петр. Каждый уникален. Небеса наполнены многоразличными манифестациями дел Божьих, где нет одинаковых людей. О, да. Голиафу не нравится это. Он хочет, чтобы вы были вместе со всеми и боялись. Вы не можете так поступать. Вы должны быть вместе со всеми в этой категории. Я говорю, я не желаю быть в этой группе. И слышу ответ, тогда ты не принадлежишь нам. Мы исключаем тебя. Да что вы, правда? из-за второго этажа дома я не могу быть никем другим, как человеком, имеющим индивидуальность. Мне нравится быть в Иисусе Христе. Я наслаждаюсь общением с Ним. Мы цитируем притчи, мы познаем Писание, мы обучаемся в вере. Бог говорит, могут ли эти кости ожить? Мы не отвечаем вместе со всеми учеными университета Джона Хопкинса, которые говорят, эти кости никогда не оживут, забудьте это, забудьте. Как же мы отвечаем? У нас совсем другое образование. Наше образование со второго этажа. Живет ли Бог во всем доме? Живет ли? В моем светском образовании Бога нет в доме, потому что это все первый этаж, где заправляет наука, знания, анализ, мнения, разговоры и огромное количество информации. Господь говорит Иезекиилю, оживут ли эти сухие кости? Иезекииль, как человек Божий, отвечает, Боже, Ты знаешь. только Ты знаешь, могут ли эти кости ожить? Скрепятся ли они жилами? Вырастет ли на них плоть? Можно ли ходить по воде? Нет, говорит первый этаж. Да, говорит второй этаж. Можно ли накормить пять тысяч пятью хлебами? Нет, нет, да, наша индивидуальность в Боге. Вам нужно новое мышление, исходящее из этой книги. Господи, оживи меня по слову Твоему. У меня должны быть совершенно новые мысли, обновленный ум, Римлянам 12.2. У меня есть живое слово, над которым я постоянно размышляю, как Давид в Псалме Первом. Я так люблю сидеть в моем офисе, обложиться книгами, переходить от одной книги к другой. Я могу так сидеть часами, без каких-либо проблем. Да, у меня есть своя ответственность, но я говорю это, чтобы ободрить вас в личной жизни со Словом Божьим. Я провожу пять минут со Словом утром, пою песню по дороге на работу, я иду на прогулку, молюсь, цитирую Писание. У меня есть жажда по образованию со второго этажа. Иисус сказал, я от вышних, а вы от нижних. Почему вы не понимаете того, что я говорю? Потому что Слово Моего нет в вас. Вам должно родиться свыше. Вы не войдете в Царство Божье, если не родитесь свыше. Никодим, ты учитель Израиля, профессор Писания, и этого ли не знаешь? Иоанна 3 глава, Иоанна 8 глава. То же самое можно отнести к церкви сегодня. Люди не слышат Евангелия, которое говорит о рождении свыше, о спасении, о Боге нашем Отце. Не говорит о вере, о крови искупления. Второе, что можно сказать о Давиде, это смирение. Смирение одно из самых великих слов в нашей духовной жизни. Смирение. Я помню, как пастор Матти рассказал историю об одном человеке. Этот человек разговаривал с пастором Матти наедине и сказал, я понимаю, что мне нужно быть смиренным, но то, что беспокоит меня более всего, никто не замечает этого. Я был бы смирен, если бы кто-то заметил это. Для меня легко быть смиренным, когда люди видят Христа. у нас с вами нет смирения. Оно только в Иисусе Христе. В нем мы смиренны, у нас новое сердце, у нас общение с Богом. Знаете, что происходит после этого в вашей жизни? Мы начинаем любить Бога, затем мы начинаем любить людей Божьих, любить друг друга. В этой любви явлено смирение, истинное смирение, которое не скрывает личный интерес. Да, оно не скрывается за личным интересом. Мы не ищем своего. Это искренняя любовь. Мы стоим на парковке, общаемся, нам хорошо вместе. Это не о нас. Там действует безусловная любовь, Божье присутствие в нашей жизни. У Давида было это, и он жил этим. Было время, когда он пас овец у своего отца, и на стадо нападал лев или медведь. Пастор Бен из Израиля однажды говорил, что когда Давид говорит, что он убивал льва и медведя, возможно, это было в одно время. Сначала он разбирался со львом, а затем с медведем. На него нападали два сильных хищника, и он был способен разобраться с ними обоими. Я верю, что нам нужно образование с небес, потому что другим способом мы не справимся с гигантами, которые будут вставать у нас на пути. глупые с ними не справятся. Они будут стоять на холме и говорить то же, что все остальные. У них нет послания, нет мудрости, нет развлечения. Я заметил, что когда есть нужда здесь, вы приходите, и у вас есть мудрость, есть смелость, есть любовь. Вы чувствуете это в вашем сердце. Этот гигант уже не владеет ситуацией, но Бог, он уже гигант не заправляет всем, но Христос. Как же мы очутились здесь? Я не знаю. Дело не в каком-то определенном событии. Дело в том, что каждый из вас был подготовлен в течение времени. Сегодня обычное воскресенье, когда вы получаете оснащение в вашем духе и сердце из совершенно другого образования. Вы изучаете Писание, вы познаете сердце Бога. Во время нацистов был проповедник Дитрих Бонхефер, который говорил, что нацизм это расизм, ненависть, нацизм это убийство. Кстати, в музее Холокоста в Вашингтоне в одном из павильонов говорилось, что СС было ответственна за уничтожение иудеев под руководством Гиммлера, и две трети из них были выпускниками высших колледжей. Вы представляете? Вы образованы? Ну и что? Вы можете стать образованным убийцей, образованным убийцей, расистом. Вы ослеплены, вы надменны. Вы думаете, что вы контролируете все, потому что Гитлер контролирует все, и партия нацистов у власти. Вы хотите быть частью этого? Я не знаю до конца, что происходит вокруг меня, но я хочу быть частью истины в духе, истины в любви. Меня не очень-то и беспокоит Голиаф, не в нем смысл. Если он появится, мы здесь, мы не ходим повсюду, желая стать героями, это все намного глубже, намного глубже. Это касается того, как я живу перед Богом, даже если я буду на необитаемом острове. Как я буду думать и жить? Мы с вами не состязаемся друг с другом в том, как мы живем и как думаем. Третье, что касается Давида, это индивидуальность. Мы имеем свою индивидуальность, но также мы едины в теле Христа. Мы соединены с Учителем, Деяние 8, глава 20, стих, в теле Христа. В истории много тому примеров. Мы соединены с Великим Собранием на небесах и на земле. Мы связаны историей церкви и хвалимся в Боге. Я хочу сказать еще следующее. В Римской империи первого века было 15 цезарей и 14 из них были гомосексуалистами. Гомосексуализм не был чем-то редким в первом веке. Но я хочу задать вопрос, а куда он подевался потом? Куда он исчез? Что произошло? Почему христианство заглушило его? А как насчет римских богов? Зевса, Аполлона, Юпитера, Афродиты? Где все эти имена сегодня? Знаете, что говорили ранние христиане? Будет время, когда люди будут называть своих сыновей Павел и Петр, а своих собак Нейрон и Цезарь? Вы встречались, когда вы с теми, кто зовет свою собаку и говорит, «Цезарь, Цезарь, ко мне!» и они называют своих сыновей именем Павла и Петра. Кто одержал победу, Цезарь или Христос? Знаете, что произошло? Когда пришел Давид, по видению он был никто, но именно он разобрался с этим амбалом, о котором все так много говорили. Давид не думал слишком много о нем, он думал о Боге. Задолго до этого события он проводил время в церкви, был в духе и убивал льва и медведя. Никто не знал об этом, никто не замечал его, но Дух Божий был на нем. Он знал кто он есть. Он ходил с Богом и любил Бога. Его любовь к Богу была его пищей, его тождественностью и общением. Когда Давид сказал Саулу, я могу разобраться с этим филистимлянином, Саул сказал ему, ну тогда возьми мои доспехи, они тебе понадобятся. Когда Давид стал примерять их, они не подошли ему. Он сказал, мне не нужны эти доспехи, мне не удобно в них, я живу жизнью небес и не думаю, как думают все остальные. В моем сердце происходит нечто другое. Именно в этом мы нуждаемся. Будет время, когда наш мир будет рушиться. «Мой мир и ваш мир – мир доспехов Саула». Пастор Шарлер снимает свой пиджак и говорит, «Если мой мир будет основан на доспехах Саула, он падет. Мне нужен Иисус. Если я окажусь в тюрьме, у меня есть Иисус. Мое образование библейского колеза может рушиться, поэтому мне нужно быть очень серьезным в отношении Иисуса. А если моя церковь разрушится, «А если мой пастор разочарует меня? А что если мое христианство разочарует меня? Что вы будете делать? Кто вы? Разве мы не жители второго этажа дома, который никогда не поколеблется? Разве живой Бог оставит нас когда-нибудь? Или Он перестанет говорить с нами? Или Он подведет нас? Верен ли наш Бог? Да, это все, что я хотел сказать сегодня. Мы смотрим на Давида и понимаем, что произошло. Мы смотрим на Иисуса, в Нем не было греха. И Давид это картина Иисуса Христа. мы смотрим на Давида и он ближе к нам, потому что он грешник. Да, он совершил прелюбодяние и убил Урию, но когда его мир стал рушиться, он знал, кто есть Бог. Именно об этом я хочу сказать сегодня. Мы получаем с вами небесное образование. Если перед нами встанет этот амбал, ничего страшного. Я не часть боящейся группы, я думаю совсем по-другому. Да, Голиаф огромный, у него власть и много денег, у него все платформы, соцмедиа и все остальное. Для меня это все не имеет никакого значения, потому что у меня есть живой Бог, который дает мне покой в пятницу вечером, во вторник утром. Он дает нам слова веры в общении и любви, и это изменяет наши жизни. Аминь. Аминь. Господь слышит наши молитвы с вами. Если вы хотите стать серьезными с Богом, скажите Ему об этом. Он слышит вас. Вы можете обратиться к Нему следующими словами. Господи, наступило время моего серьезного отношения к Тебе. Помоги мне понять больше, обучаться больше и быть оснащенным. Мы не знаем, что нас ждет в будущем, но те, кто знает своего Бога, совершат великие дела. мы смотрим на время, в которое мы живем, и говорим, нам нужен Ты, Боже. Если вы никогда не обращались к Иисусу, обратитесь сегодня и скажите, я верю в Тебя, Иисус, покажи мне, кто Ты, и веди меня. Прости меня и спаси меня, Господи. Аминь. Он простил вас, Он любит вас, Он живет в вашем сердце, Он поведет вас и наставит вас, у вас все в порядке, вы приняты Богом, как и всякий, кто поверил в Него. Скажите, Господь Иисус, я доверяю Тебе. Аминь.